1 июня 1967 года бывшие инженеры концерна Daimler-Benz Ханс Ауфхред и Эрхард Мельхер, сложив первые буквы от своих фамилий и названия города немецкого Гроссапсаха, придумали аббревиатуру АМГ. Ей компаньоны назвали небольшое ателье. До 1990 года независимая фирма занималась тюнингом мерседесов. Затем руководство концерна Daimler-Benz предложило подписать партнерский договор, а в 2005-м автогигант полностью поглотил АМГ, основав подразделение Mercedes-AMG. Отпраздновать 55-летие придворной мастерской решено выпуском нескольких новинок. Притом главной станет трековая версия спорткара GT, которую немцы называют самым мощным спортивным автомобилем из когда-либо созданных маркой Mercedes-AMG. Машина не сможет выезжать на дороге, так как предназначена строго для трековых заездов и клубных мероприятий, что вполне разумно. Выпускать табун из 700 лошадей на общедоступные магистрали чревато неприятностями. А жаль, ведь выглядит серебристая двухдверка, украшенная эффектным черно-красным декором, просто сногсшибательно. Притом производитель уточняет, все внешние доработки прошли тщательную проверку. Не огнем и водой, а аэродинамическими трубами. Так что главное здесь скорость и управляемость, а вовсе не дизайн. Тем удивительнее, что релиз умалчивает, за какое время 4-х литровый битурбомотор ускоряет машину до сотни. Но совершенно очевидно, что этот результат меньше трех секунд. Кстати, вместо преселективного робота инженеры установили чисто гоночную секвенталку. Плюс создатели этого шедевра провели очередной этап снижения массы, которую разом удалось снизить на полтора центнера. В общем, потенциальным покупателям должно быть совершенно понятно, почему за этот Mercedes хотят просить треть миллиона евро. Очевидно, что перед нами лучший автомобиль со звездой на передке из уходящей эпохи двигателей внутреннего сгорания. Премьера рангом пониже. Пакет юбилейных опций для внедорожника G63. В него входит черно-красное оформление кожаного салона плюс карбоновые вставки. Снаружи главным украшением станут фирменные декали, то бишь наклейки, на боковинах кузова. Кстати, немцы уверены, что юбилейные экземпляры будут больше стоять, чем ездить. А потому сразу дарят владельцу специальный чехол, чтобы защитить машину от пыли. По нынешнему курсу весь этот комплект стоит около двух миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok